И все прессы дорогие друзья, это седьмая серия по Тропика 6 нашего дорогого сезона. Развиваемся на таких замечательных четырех островах. Напоминаю, в прошлой серии мы начали как раз таки развивать новую отрасль промышленности, а именно кораблестроение, верфи такие вот замечательные. Уже они начали производить первые лодочки и тут же мы построили в той же серии новый порт. Также у нас тут добывается золотишко, это все само собой, то есть станем скоро совсем богатым-богатым, потому что лодки дают очень, по-моему, такой хорошенький доход, если не ошибаюсь. Лодки, да, 11 тысяч и плюс еще, а где, а где, а и золото еще 13, дорогие друзья, разве это не чудесно? То есть остров рано или поздно будет подоносить, ну, сами понимаете. Этот остров немножко загибается, он сам наш начальный, все-таки 6 серий мы на нем провели, считай. Сахара уже тут с гульки нос, совсем еще не будет, производство кожи хотя бы есть, хоть что-то, ну и само собой уголь и золото у нас тоже тут присутствует, но так по мелочи. Но тут у нас типа административный центр. А в этой серии я бы хотел доразвить этот остров, проследить, чтобы как раз-таки все стабильно работало. Можно даже немножко еще в верфи построить. Давайте взглянем еще раз, есть ли то что-нибудь интересное. Да, можно здесь еще и оружейный заводик даже запугнуть, потому что все резы располагаются. Толилитейный и потом уже оружейный. Потому что за оружейный завод мы будем получать, конечно, бабки такие, сами понимаете. Оружие стоит даже 14 тысяч. Хотя по нынешним тарифам золото намного как бы выгоднее добывать. 13 тысяч, это офигеть как много. А в принципе золото у нас на карте и закончилось. Я вот тут поглядываю, да. Жалко, жалко, у пчелки в попе жалко. Но, а мы продолжаем. Давайте взглянем, что у нас по... А, у нас окажется только безработных, обеспеченные. Где у нас обеспеченные живут, стражевая башня. Так, а он в хитрине живет же, да, наверное. Чем я могу помочь. Так, хижина. У нас хижина рядом с... А, ну да, понятно. Тогда давайте этот райончик, который мы начали делать, немножко подразовьем. Первое, это еще давайте одну квартиру. Потому что у нас тут есть граждане. Граждане обеспечены. И парочку бараков. Церковь, я думаю, да, все заполнено. Давайте ее снесем. Пока деньги есть, я думаю, сейчас уже выйдем по доходам, в принципе, в приличный плюс. Потому что новая, как бы, отрасль открылась у нас на острове. Плюс второй аэропорт. А, третий уже, третий. У нас же еще на предыдущем есть острове, которое золотое у нас. Да, и тут еще порт. Офигеть. Три порта, считай. Ну, как бы, не пальцем делаем, вы сами понимаете, дорогие друзья. И, чтобы людишки, людям было где жить. Еще такой барак. Запульнем им сюда. Банк. У нас, кстати, еще банка нет. Надо сейчас позаботиться о том, что у нас банк появился. Тропик прежде всего. Вот, конечно. Транс безработных, без образования, большая часть. Школы. Школы у нас, по-моему, пока нету, да? Да, школы у нас пока что. Я вот посматриваю. А, школы, школы у нас нету. Но, слушайте, дорогие друзья, я считаю, это не проблема. Потому что школу можно прямо сейчас, в принципе, построить. Так, если она, конечно, да. У нас... Их, да, первое электричество надо запульнуть. Я же в прошлый... Да, в прошлый середине я еще электричество не запульнул. Но явно нужно будет где-нибудь вот здесь построить. Первое электростану. Потому что людей тут проживает какое-то опупенное количество. Ну, тут у нас и, как бы, островочек, так и подносящий. Подносящий. 300 тысяч. 360 тысяч мы с ним заработали. С этого миллион четыре. Ну, с этого пока не смотрим. Ну, вот, дорогие друзья, вот это вот закон подлости называется. Потому что, ну, я только построил новый остров. Вот вообще не предполагал, чтобы пожары, а не случились. Так тоже бывает. И при том, горит непростое строение. Какой-нибудь барак там проклятый. А, блин, такой хороший рестик. Строение охотиться, наверное, в общем, тоже горит. О-о-о. Чувствую, надо ускорить. Ну, а чё, чё, чё только не сделаешь ради того, чтобы у нас пожар потушили. Потому что это у нас верфь. Она должна работать, чтобы у нас деньги были. А если она не работает, то и денег нет, собственно. Я думаю, это всем логика понятна. Логика понятна абсолютно любому, мне кажется. Так, я бы ещё, наверное... Рано, не рано сейчас... Давайте всё прокликаем. Рано, не рано начинать? Всё-таки строительство новой отрасли. Я имею в виду оружейную и сталитетную. Или пока подразовьём остальные острова. Пока, кстати, не знаю. Блин, базово, базово... Ой, тут, кстати, пожар. Чё-то на всё горит начало. Трубика... Четыре пожара у нас. И тут пожар. Ёшкин кот, дорогие друзья. Чё-то у нас остров... Острова начали гореть с какой-то страшной периодичностью, мне кажется. Чё-то мне это вообще не нравится. Вообще. Мяско. А, у нас тут и мяско. Да, и мяско производится где-то тут. Ребята, когда твоя прелесть горит, это, конечно, просто ужасно. Видимо, это всё-таки какое-то стихийное бедствие, мне кажется. Потому что как-то странно, что всё так загораться начало. Так, экспорт доски. Ну, я, кстати, хочу в данный момент, знаете, что сделать? Я уже решил, что вот в этой зоне примерно где... Ну, где-то вот здесь будет, как сказать, такой вот реальный административный район. То есть здесь будут и банки, и всевозможные как раз-таки институт торговли и посольства. Я думаю, сейчас посольство построить. Потому что у нас тут за грехом пополам задание. Отпейнули тема, надо всё-таки по классике тропика что-то там и сделать. Но для начала нужно всё-таки решить проблемы с бездомными. Какой-то лагерь лесорубов. Это, я понял, каком острове плантация. Плантация... Где у нас пронсятся... Тоже на этом острове? А, нет, это на другом уже. Это уже на другом острове. Ну, давайте сюда тоже барак запульнём, пожалуй. Что-то мне кажется, я его перенасыщаю этот остров. А потом, когда... Все отрасли, как бы, это деньги перестанут приносить. Я стану бедным, как мышь. Здесь, кстати, да, здесь оружие не варит, производить. Потому что тут нет этого, как рез называется. Ещё-ещё-ещё-ещё. Никель. Нужен... Нужно никель. Можно сталь вот производить и её возить. Но, блин, пока, мне кажется, это сложновато для нас пока осуществить. Текстиль. Хлопок, либо шерсть. Вот, кстати, хлопок или шерсть. Может, тут текстилку замутить. Так, лама даёт шерсть. Да, по шерсти тут хорошо всё. Плантации. Хлопок. По хлопку не очень, кстати. По хлопку здесь хорошо, но здесь у нас совсем другие отрасли. О, нифига, у нас тут баба, конечно, привалила. Потушите побыстрее, дорогие граждане пожарные. Реально, потушите побыстрее. Мне деньги нужны прям. Вообще, трубы горят, все дела. И сейчас я чувствую, из-за того, что у нас одна горит, другая сейчас полностью заполнится. У неё там лимит будет. Так что давайте пока подразовьём эту отрасль. Ещё одну верфь встроим. И, собственно, к одной верфи. Как там у нас по 900? Не, нормально. Нормально. Я бы ещё, кстати, вот лагерь лесорубов ещё один построил где-нибудь вот здесь. Но хуже явно не будет, я считаю. Хуже точно не будет. Ну, ёптельмоптель, дорогие пожарные. Ну, потушите этот проклятый пожар. Ну, сколько можно уже? Чё? Да бесконечный там гореть будет пожар проклятый. Кстати, мы не посмотрели, сколько по нефти у нас. Не, посмотрели. О! Как удачненько. И здесь, кстати, тоже можно нефть качать. Здесь я занялся. Да, нет, дорогие друзья. Нефть пока что стоит не очень дорого. Но я знаю, что в будущем она будет стоить ого-го. Так, какао, кокос. Молодки, интересно, возим. О, 20%. Это хорошо. Это тебе хорошо. Я просто говорю, большая периодичность в съёмке серии. Так что, какие-то моменты забывай. Если смотрите прям всё, как бы это всё сразу, то извиняйте, если будет немножко тупить. Так, табак, хлопок, мяско. Нормально. Блин, кайфово. Пока мне всё нравится. Давайте пока есть лишние деньги. Либо банк, либо посольство. Я всё-таки посольство построил. Извините. Придётся снести. А, и тут ещё, кстати, да. Хотел квартиру построить. Давайте где-нибудь вот здесь. Как у Христа за пазухой. Будут жить у нас тут наши граждане. Да, как-нибудь вот так. Блин, жалко тут места не хватит. Для ещё одного особняка. Но сам факт, что они у нас есть. А, и, кстати, нет. Тут ещё местечко особняки есть. Так что пусть пока остаётся. Не буду ещё один строить. Я лучше, кстати, бараки ещё парочку запульну. Или домиков можно. Да, мне кажется, тут домики будут намного прикольнее тут смотреться. Домики я где-нибудь вот здесь начал размещать. Потом, кстати, электричество появится. А ещё люди заживут у нас. Вот домики для самой элиты, я считаю. Для самой элиты. Где-нибудь ещё парк тут нужно построить. Я думаю, явно хуже не будет. Да, место тут, конечно, не очень, чтобы шибко. Но посольство, я думаю, одно влезет. Вообще, по-хорошему, два. Чтобы нам осили союзники не развязали войну. Но я предполагаю, по классике за союзников сыграть. Как обычно я это всё делаю. Так, здесь у нас есть местечко. Снесём хижину. Всё равно тут ничего не влезет. Клиника влезет. Да, давайте лучше клинику построим тогда. Потому что я планирую здесь ранечко застроить. Да. А как у нас тут по клинике? Да, забито, забито. Плохо, плохо, что забито. Но безработных у нас граждане. Очень много безработных. Рабик, прежде всего. Но, в принципе, они сейчас ехать не должны. Давайте посмотрим на карту дохода. Мне прям интересно стало. Экспорт сейчас золото. Само собой ром. С рома хорошо получаем мясо, кожа, уголь. Не понял, где лодки. А, лодки, наверное, из-за того, что у нас застой был. Небольшой. Мы с лодок сейчас особо не получаем. Ну, расходы, кстати, на... А, это я понял. Так, содержание, содержание квартиры. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. АЗП. Сколько ЗП стоит? Поскольку нам зарплата. Компания-перевозчика на первом месте, потом рудники. Потому что я там норму повысил зарплату на один пункт. Плантации. Предзавод. Нормально. Все мне. Меня пока все устраивает. То есть мы выходим. Приличный плюс. 140. Ну, кстати, что-то как-то я думал намного больше. Местные услуги у нас составляют. Что-то вроде половины. Надо их расширять. Сбора клиника. С клиник мы почему-то больше всего получаем. Но наожидаю. Все-таки не бесплатно. Они потушат интересно. Мне просто так интересно стало. Вот как я, в принципе, и говорил. Видите, 5000 даже привезли. Жесть. Еще, еще одна верфь. Хуже не будет, наверное. Да и лучше не будет. Нет, давайте не будем. Черт, затушат тут все. Ну, давайте, ребята. Граждане пожарные. Соберитесь там и потушите этот проклятый дом. Положительный дред ананасы. Жалко, что мы ананасы не производим. А что, дорогие друзья, как думаете, начинать новую отрасль? Я имею в виду, начинать тут нефть качает где-нибудь. Я бы по-хорошему начал. Потому что нефть, нефть это наша жительница. Кстати, давайте этот снесем и построим нормальный тут храм. А то мы как-то нищеброды, блин. Везде должно быть... Ааа, нет. Пусть сами голосуют. Еще рыбы у нас сгорят. У-у-у-у. Все горит. А, и тут понтация сгорела. Жесть. Что ж творится у нас, люди дорогие? Клиника сгорела. Все сгорело. Дом сгорел. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы жалко за... Вот, храмы не получаем деньги, да? Хотя нет, можем получать. Стрековный налог. Ааа, производитель на 15, отношение с верующим ухудшается на 5. Как у нас с верующими отношениями? Я бы поставил. Потому что много мы храмов строим. Ааа, 44. Неа, не будем пока. Пока, думаю, думаю, не будем. Не будем. Давайте снесем уже темницу. А то что-то она как-то, да, моя что-то. Ааа, союзники. Ааа, союз... Союзниками или союзниками, а это должны присутствовать в посольстве. У вас должно быть с ними теплоотношения, должны попросить их получение союза, да. Понятно. Похвалить первого. Попросить финансовым править делегацию. Сейчас нам задание должно быть. Не знаете, лучше быть союзниками. Постройте казарму. О, вот это задание клевое. Ааа, вот это прям клевое. Потому что казарму я и хотел построить. Вот. Ха-ха-ха. Ну, ребята, ну как вы сами понимаете. А почему, собственно, и нет? Чё, людям... Ааа, спрос есть. Спрос есть, так что давайте тогда продолжим тут застраивать райончик. Ааа, давайте что-нибудь богатенькое. Кабарешечку. Чтобы люди счастливы были. Ну да, так, немножко для элиты мы тут делаем, конечно, такое... Ха-ха. Немножечко для элиты. Не-не-не, я хочу, я хочу немножко другого вида. Блин. Либо, может, на стеллу, конечно, такую построить. Да. Вот я думаю, что-нибудь такое. Прикольно будет смотреться, как думаете. Не-не-не, я хочу, чтобы... А, по-моему, забавно. По-моему, даже очень забавно. Так, домики, домики, домики. Такие вот замечательные домики. По кругу так идут у нас. А я, кстати, тут недолго, по-моему, нефть собираюсь бурить. Ха-ха-ха. У меня тут домики. Ну, а чё, собственно говоря. Я думаю, это никому не помешает. А спросите, зачем я тут место оставляю? Да просто, чтобы... Делать вот такую вот красоту. Потому что, блин, жить рядом с парком, это чудесно, по-моему. Хорошая работа, президенты. Пять тысяч давай мне. Давай пять. Пять, пять. Пять кесов давай сюда. Так. И давайте ещё что-нибудь построим. Чё-то мне, кажется, не хватает. У нас пока туризм, к сожалению, кстати, не открыт. Предложить союз. Совершить саботаж. Отряд. Отказаться от отношения. Давайте. Давайте. Ну, пожалуйста, нам просят сделать савис сверхдержавой. Ну, мы его и сделаем сейчас. Вообще, по-хорошему, здесь можно особняки построить. Прикольно будет смотреться. О-о-о. А я снесу форт. А я сколько тут места будет? Места будет офигеть сколько. И всё равно у нас дофигищу... Извините, не сегодня. Где хижина хоть? Покажите мне. А, всё там же. Кокосовый комбайн. А, как же мы без кокосов, друзья мои. Барак. А чё они не хотят тут жить? Чё вам не нравится? Денег нет? Да нет. Вроде есть. Может, им поближе хочется, типа? Я просто не знаю. А, у нас появилась возможность, по-моему, автобусы строить, да? Да. Давайте сейчас на каждом острове организуем парочку автобусных маршрутов. Я это люблю всё дело. Здесь давайте. Не, просто хуже не будет. И зато лучше будет. У нас будет и доход, и людям будет... Людям будет быстрее приходить к себе на работу. И, следовательно, как бы больше работать. Ну, то есть, меньше времени затрачивать на то, чтобы прийти куда-то. Давайте ещё раз глянем на нефть. Я бы всё-таки нефть сейчас начал бурить. По-моему, прикольная вещь. А, нет, нефты далеко. Давайте вот здесь. Всё-таки этот остров у нас будет плодоносящим сейчас. А, какой остров развеём такой плодоносящий? Давайте быстрее только. Товарищи строители. Постройте, вроде бы, такие... Пятьсот пятьдесят. А, можно и купить, наверное. Не, давайте нять пока подразовьём немножко. Потом займёмся автобусами. Меня вот смущает только, что эта фигня по пять тысяч стоит. Вас это не смущает, граждане? Меня это просто очень смущает. И там должны работать только... Только, типа, образованные работники. То есть те, которые школу окончили. У нас, по-моему, ни одной школы ещё нету, да? Ох, дорогие друзья. Приходится вот такие доливания делать, чтобы у нас хоть какие-то, блю, люди. А, и здесь у нас форт есть. Давайте сюда. Не, просто... Я про то, что тут у нас есть уже военная база. И нужда... Ну, как бы, в том, что тут был форт, в принципе, отпадает. Если вы понимаете. А чё тут всё? Нет места? Ооо, прям как в тютелька в тютельку получается у нас всё. Та-та-та. Так, класс. Ещё от Рекомандос нас попросили совершить побольше саботажев. Его бы где-нибудь... Я бы хотел, чтобы не всё в одном месте было. Давайте от Рекомандос куда-нибудь... Свобода у нас тут падает, если устроить. Давайте чуть-чуть в отдалении, чтобы... Камандос. Так вот, у нас первая средняя школа появилась. Должно всё, по идее, хорошо быть. Так, первая остановка. Я думаю, один маршрут сюда, от центра другой вот туда. Ну, именно не от центра, но от дворца, вы поняли. Здесь у нас пока не построилось. Стройся. Здесь. Автобусный парк. Сейчас построят. Ещё денежку подкопим, начнём как бы это... Нефтикачёлку строить. Ещё где у нас центр плюс-минус? Ну, давайте вот... От ворот центральных. Не, прикольно, кстати, выглядит. И куда-нибудь вот сюда. К больничке. Это у нас вот этот автобусный парк. И тут же первая остановка. И последняя. Не, у нас тут, конечно, дохерящий Бараков. Обама. Бараков Обам. Да. Что-то вроде того. Ну, чтобы люди просто не бежали вот по этой дороге. Сейчас они просто бегают по всей видимости. Ну, вот. Куда? Куда ты? Куда, брат? Работает в порту, живёт в квартире. Где-то квартира? А куда он бежит? Ха-ха. Я просто бываю, что они живут, например, в тех домах. Они приходят каждый день до порта бегать, например. Если они там работают. То есть запарно. Уверен, что добрый грязь на метро? А, не, не будем. Об этом я нужды пока не вижу. Потому что подтасовать. Зелёный цвет. Вот, раз, станция. Вторая рядом. Сейчас будут буровые установки будут. А, и третья. Ну, тут вы уже, наверное, поняли. Это получается. Тут плюс-минус от центра. И тут у нас шахты. И тут к шахтам. К шахтам. А, так. Как у нас просто население? Просто я вижу, хижины появляются. Я вроде бы и дома строю, и все дела. Так, рост 47. Он, то есть, у нас по 20 жителей за 12 месяцев. Что-то такое. Мужчина, женщина, эмигранты. Эмигрант как-то у нас попадает. Спад смертей. Плохое здравоохранение. Эмигрантов, кстати, ноль. Пшш, интересно. То есть, типа, им нельзя эмигрировать или они просто не хотят? Плохое здравоохранение, это, конечно, плохо. 40, 51. А, жилье. А, у нас на Сосе очень хорошие отношения. А можешь Ось поставить? Нет, это было бы глупо. Так, свершил Союз. Сухой закон. Не-не-не. А, свершите рейд саботаж. Саботаж. А, у нас пиратская есть. Саботаж оси. Ну, да. Мы же союзников. Давай сразу 4 поставим. Чтоб тоже все по красоте было. Так, сейчас копим... А, пшш. Вот только-только сказал, что копим деньги. Потому что по 5 тысяч, что это у нас нефтедобывалки. А по итогу раз, как оказывается. Я думаю, знаете, что? На каждом острове по средней школе поставить. Как думаете, не будет жирно? Не, вот на этом я еще пока думаю. Потому что здесь никакого производства такового нет. А, даже без образования. И шахты без образования. То есть здесь образование, собственно, не нужно. Здесь и правительственные здания. Тут образование может понадобиться. Плюс всякие там жители богатые надо обслуживать и так далее. О, кстати, везде живут. Кайф, мне нравится. А вот здесь, здесь и верфи. Здесь и будут нефтекопалки. Плюс оговори и остров. А, и плюс оружейное дело. Так что давайте вольем сюда побольше бабок. Вот так вот получается у нас, дорогие друзья. Так вот, решение я принимаю. Интересно, что деньги мы сюда будем выливать. А потом будем смотреть на профит. Сколько же мы получим из этих выливаний? Кстати, мы этого полицейского, по-моему, не поставили. А, что не поставили? Не знаю, что не поставили. И куда? Здесь место у нас очень ограничено, насколько вы понимаете, граждане мои, дорогие. Блин, надо было ёшкинку вот эту автобушную станцию где-нибудь вот там ставить. А так получается очень глупо. Так, давайте заткнём. Хотя бы как-нибудь что-то вроде того пусть будет. А, я ещё хотел взглянуть. Вообще, сколько у нас проживает особые граждане? Крестный отец. Извините, можно я пойду? А, уже взаимодействие. Видимо, его уже посадили. Мне нравится самительная сделка. Прикольная вещь. Достаточно. Так вот, образование. Старшая школа девяносто. Нет, ну это очень мало. Это прямо очень мало. И колюш появился. Можно от колюшку, кстати, где-то поставить тоже. Три штучки поставил. Уже ли считай, это... Три на 15 тысяч нет. Как вам? Нравится, не нравится? Мне очень нравится. Прям вообще. Такой кайф получаю. Ну, давайте немножко оставим. А, да, мог не оставлять. Видите как? Вот когда много портов, вообще кайф варики. То есть, с одного деньги прилетает, с другого прилетает. Когда один порт, приходится... Вот такая вот, понимаете, шкала, как это называется? Медиана. Ну, то есть, оно то вверх, то вниз. То у тебя ты в минусе диком сидишь, то у тебя дичайший плюс. Ты его поскорее тратишь, чтобы там еще он больше был. Так что, лучше, конечно, ставить портов побольше. Я хотел что сделать в старшую школу? Так, запыльнуть сюда. Я уже сказал, почему я так решил сделать. Да. Еще будем красоту наводить. Видавляюсь, кстати, побольше в парк, мне кажется. Не, не влезает. Жалко у пчелки. Блин, не красота получас, надо было как-то по линейне это все сделать. О! Цены на экспорт табака, сигар, шоколада повышается на 2. Ой, на 20. Это кайф. Что-то вот этот остров как-то, я вот не знаю. Невзи вроде есть. Так, ладно. Ну, кстати, мы уголь экспортируем. А у нас сейчас отрицательный тренд на этот уголь. Проклятый. И что нам делать? Я бы, знаете, что сделал? Банк построил. Да. Вот когда сейчас деньги приплыли, я прям вот понял и осознал, что нам нужен банк. А почему, почему у нас нет у этих... Ну, сами понимаете. А, а че? Ну, вроде бы пользуются спросом. Че-то кто-то гоняет. Но эти валюты все равно по старинке. Пешочком. А, так сказать, бы... А, перенести строение. Рядом с посольством прям. Ой. Ой, прям вообще... Кайф. Так как он странно стоит хоть вот этот. Голосуйте за Эль президента на следующих выборах. Так, я, кстати, Конституцию не принял. А, не, мы тогда еще не открыли. Просто там дальше в Конституции будет такой момент. Как разделение властей. Если у нас официальное разделение властей, Нам полябас понадобится... Как раз таки этот... Где? Суд. Суд. А где суд? А! А, холодной войне. Не-не-не. Это я перепутал, извините. Немножечко перепутал. Блин, а че тут места для банка-то особо и нету. Куда-нибудь сюда бы я втыкнул. А, ку... Лазит куда-нибудь? Я просто сюда прям хочу. Прям рядом с дворцом. Ё-перный театр. А, не влезает. Извини, брат. Братка, извини. Брат, братан, братишка, когда меня отпустят. Накурили меня кто? Хейтеры. Так, таможня. Таможня нужно тоже. Я же сказал, тут будет такой правительственный райончик. И по центру военная база. Для защиты этого нашего правительства. Пехота с транспортом, конечно. Все лучше для военных. Блин, я только начал строить, блин, этот гребаный банк. А уже денег нет. А сколько вообще банк стоит? А, пятнашка. По 20 кон стоит. Потому что лицензии нет. Блин, а можешь сосед дружить? Да пофиг уже. А можно как-то там? Ладно. Что у нас по саботажу там? Не хочу вас напрягать. По саботажу, по саботажу. Конституция не. Меня интересует, как там саботажем. Не, долго это все, конечно, происходить будет. Так что мне кажется, холодной войне мы только сможем это все сделать. Так, дорогие друзья, давайте взглянем на нашу нефть. А работников у нас тут и нету, собственно. Что я как бы и предполагал. Так что, любимые мои подписчики, давайте мы, пожалуй, сделаем вот так вот. И будем надеяться, что нам не приедут всякие бомжи-абраганы. Приедут люди со средним образованием. Которые смогут работать на нефти. На нефти, в общем. Ну что, дорогие друзья. Думаю, заканчиваю серию. Принципо, она получилась. По-моему, очень большая. Мы начали копать нефть. Построили банк. Разбили административный район. Сделали у нас тут красоту в городе. Да и, в принципе, подкачали нам немножко дохода. Теперь мы как бы не сидим в минусе постоянно. Теперь у нас есть как бы стабильные денежки. А я хотел попрощаться. Еще раз напомню, что у нас есть дискорд-канал. Заходите обязательно. Мы там общаемся. Также у нас появился как раз-таки тот самый сервер регион. В зоотауне онлайн. Можете заходить, строить свои города. И, в принципе, скоро обзор. Скоро повторный обзор. Так что, друзья, не забываем про лайки, подписки. И всем удачи. Всем пока-пока. Продолжение следует.